Девчонки, всем привет! У нас сегодня с вами Домашняя Кухня. Девочки, так как я снимаю часто, я не могу есть постоянно роллы, поэтому... Па-па-па-па-па-па! Домашняя Кухня! Все, кто просил Домашнюю Кухню, пожалуйста, поставьте лайк для вас. Многие у меня спрашивали, практически всем было интересно, Кать, ты реально сама это готовишь? Там уже разгорелись споры, что я врунья и так далее и тому подобное. Девчонки, давайте так, напишу в Телеграме, сама я это приготовила или нет. Как и в том видео. Поэтому заходите, в Телеграм вам будет ответ. Честный, честный. Так, давайте начнём. И сегодня у нас с вами тёплая опять встреча. За обедом. Девочки, мы с вами, знаете, сейчас встретились. Давайте представим так. Я ваша милая коллега из офиса. Та самая комфортик. Вы встретились в той самой комфортик у себя в столовой в офисе. Или же та самая комфортик из твоего класса. Едим супец. Это с фрикадельчиками. Дела чисто бульончик попить, потому что на улице очень холодно. Сейчас мы гуляли с Аришей. Ко мне приехала мама. Поэтому мама гуляет с Ариной. Я вам снимаю. И этой неделе у нас будет тихих мукбангов. Поэтому, ребят, пожалуйста, всё для вас, кто любит тишину. У нас будет тихая неделя. Так, пробуем. Это морковочка. Фрикадельчики. Давайте добавим сметанки. Я обожаю сметану. Ну, кстати, решила взять своё любимое пирожечку с картошечкой. Люблю. Давайте попробуем. О чём хотела поговорить. Девочки. Некоторые девочки. Мне пишут такие вещи формата. Что я толстая. Чарли. У Чарли, кстати, было несварение тут недавно. Я не знаю, от чего. Вон, два дня. Ну, короче, не за столом. Сейчас вроде ничего. Так, кстати, этот салат курица с... С ананасом. Красивенький. А это вот салатик. Такой вот греческий. Красивый, тоже вкусный. Так. Многие мне пишут, что я... Ну, не многие, но некоторые мне пишут, что я толстая. Типа, что мне нельзя есть и так далее, и так подобное. Многие девчонки, девочки, не обижаются, кто мне пишет хорошие слова, потому что я, правда, всё вижу. Но хочется поговорить про то, что задевает. Конечно, приятные... Я уже говорила, что приятные слова ты читаешь, такой, ну, окей. И вот кто-то плохое написал, а тебя это сразу так кальнуло. Вот. Так, пробуем котлетку с пюре. В прошлом видео я говорила, что я уже блокирую таких людей. Если, знаете, раньше я считала, что... Ой, хейтеры это... Там, типа, продвижение, ничего страшного, пусть хейтят. Сейчас всё-таки, ребят, я понимаю, что... Ну, наверное, хейтеры это продвижение, да, но как бы... Просто есть, знаете, разница между каким-то оскорблением прям личным. Подождите. Девочки, я решила распустить волосы. Короче, есть разница между... Ну, каким-то просто высказыванием негативным, когда человек говорит там, ну, мне не понравилось. Для меня это окей. А есть, когда человек начинает тебе лично уже оскорблять, и под каждым видео таких людей я блокирую, потому что они, ну, странные. Также я вижу, что под видео других блогеров эти же люди что-то пишут там. Короче, это люди помешанные, мне кажется, немножко. Ну, мне суть. Люди как люди. Но... Мне пишут, что я толстая. Какая, ребята, у меня реакция, когда я вижу такое сообщение? Вообще вот такая. Какая еще может быть реакция? Но вспоминая себя 15-летнюю, допустим, даже там 10-летнюю, когда я реально... Ну, я была толстенькая, и когда в жизни тебе это люди говорят, это, конечно, намного больнее. Все-таки в интернете ты просто прочитал и сделал вид, что ты это не видел. Но когда тебе говорят это люди в жизни, это очень сильно задевает. И так появляется РПП. На самом деле, я знаю, что многие девочки, кто смотрит Мукбанг, это РППшницы. Девочка сама такая. У меня... Я была полненькая, потом резко похудела. Ну, и поехала на эту тему. У многих РПП это ничего такого нет. Но у нас в нашем кругу, близком, есть у меня знакомая, которая страдает РПП серьезно. То есть у нее сейчас преданароксичное состояние. То есть еще чуть-чуть, и она станет анароксичкой. И ничего не может с этим сделать. Результат этого чита, уколки, высказывания, шутки. Когда у человека на самом деле может не быть проблемы, а ему говорят о том, что у него проблема, по мнению кого-то, в грубой форме. И человек начинает просто загоняться. И загоняется до того момента, пока у него не наступает анорексия, булимия, или наоборот, там откаты, полное ожирение. Очень вкусно. Я вообще голодная. Сегодня полдня я думала, что поесть, что поесть. И вот проголодалась и поняла, что я хочу. Кто котлетницы? Девочки, кто любит пюрешку с котлетой, пожалуйста, пишите. Я обожаю. Еще соленый огурчик. У меня есть банка соленых огурцов. Даже несколько банок. Мы с вами обязательно снимем соленый огурчик. Но не сегодня. Снимем еще на недельку. Так. Вот такой. Человек начинает загоняться. И доводится до такого. И я вам так скажу, что колкий комментарий в адрес, там эти девочки, прозвучал много лет назад. Вот сейчас она, ну, в не очень хорошей форме. И что хочется мне сказать. Сейчас, конечно, к 30 годам ты уже, во-первых, учишься отвечать на негатив. Не замечать его. Уметь какую-то свою позицию. Не поддаваться под влияние. Знаете, негативное такое. Не уходить в эти мысли. Не раскручивать, да, это в голове, чье-то замечание. А просто сказать, да. Не. И все. Я такая, какая есть. Но в 15 лет это сделать невозможно. Я знаю, мне многие девочки смотрят, кто в школьнице. Вообще, кто, там, ну, короче, до 20 лет. И это такой возраст. Ну, сложный возраст, на самом деле. Я считаю, что подростковое время, в принципе, знаете, подростковое время может быть непроблемным, когда у тебя все окей. Если у тебя есть какие-то проблемы в семье и так далее, подростковый период, это прям трэш. И я хочу вот сказать сейчас этим девочкам, кто смотрит меня, чтобы поесть. Или кто смотрит меня, наоборот, чтобы не поесть. Девчонки. Исходите вот от своего сердца. Не надо на чьих-то словах строить вашу самооценку. Вы – это вы. И кто-то вас оценил так, кто-то вас оценит абсолютно по-другому. То есть красота в глазах смотрящего. Не надо зацикливаться на каком-то не очень приятном инциденте в вашей жизни и уходить вот в самоуничтожение, я бы сказала. Если ты давно не ешь, иди поешь лучше. То есть у многих нелады с пищей. У меня тоже не совсем все в порядке, вы не думайте. Потому что я, видите, сами я могу обожраться. Потом все веню, конечно же. Придумала мукбанги для того, чтобы обжираться законно. Понимаете? Это как бы... Я же не просто стала снимать мукбанги. Чтобы просто узаконить заказ роллов в больших количествах и так далее. Ну, я правда люблю еду. И вот так. В общем, со своим РПП я подружилась таким образом. Что я могу что-то отщебутить на мукбангах, но в обычной жизни у меня ушло это. То есть, если, знаете, раньше я обжиралась ночью, пока меня никто не видит, то сейчас я обжираюсь перед вами, а потом к еде отношусь абсолютно ровно. Это, девочки, правда случилось не сразу. Мне уже 28 лет, девчонки. Как бы это грустно ни звучало. Поэтому, что я этим хотела сказать? Что вы, во-первых, не одни такие. Что, если вам нужна какая-то помощь, попросите эту помощь у близких. Только не тех, у кого у вас, знаете, кто вас осудит, кто скажет, да ты дура, там еще что-то. Что ты придумываешь, что-то только усугубит. А реально у тех, кто поймет, кто сможет поддержать, если вам эта помощь нужна. Допустим, знаете как? Что я не могу есть. Типа я живу одна, я не ем уже там сколько-то. Я не могу есть. Можно обратиться к близкому, кто поможет, допустим, приедет вам что-то приготовить вкусное. Делать какие-то заготовки, которые вы сможете разогревать. Ну, допустим, хотя бы так. Что нужно и что нужно. И можно просить о помощи, но не у тех, кто вас еще будет больше гнобить за то, что вы попросили помощь. Поэтому все мы живем с РПП. Ну и вот и с мамой мы сейчас разговаривали. И, конечно, грустно, что даже в моем близком окружении есть такие люди, кто сейчас страдает от этого. Как-то я встречалась с своей подписчицей, она тоже мне рассказала, что страдает РПП и не может есть. Ну, смотрит меня, чтобы поесть. Сначала она боялась есть. Я же обычно всегда смотрела мукбанги, чтобы не есть. Чтобы перетерпеть, переждать. Я помню, когда сделали операцию, ну, это не связано с РПП, просто у меня была операция, мне нельзя было есть. И я просто смотрела мукбанги, для меня это было такое спасение. Ну, и так обычно, когда я худела, я всегда смотрела тоже мукбанги, для меня это было спасение. Вот поэтому, девчонки, худейте, все, держите себя в форме, но не превращайте это в манию Чтобы это, не знаете, еда это еда Еда, вот я поела и забыла, все, потом я не хочу, да, есть Это не должно становиться моей навязчивой мыслью о том, что я поела, как я поела, когда я поела То есть я не должна поэтому сходить с ума, потому что в мире много других классных вещей, по которым можно сходить с ума Допустим, вот по чарлику, или там еще по кому-то Не надо из еды делать, ставить еду во главе угла Очень вкусно, я так рада, что мы домашнюю еду едим У меня нога затекла Я снимаю на полу, девчонки На полу просто красиво Когда я снимала какое-то время за столом Когда снимаешь за столом, нужен красивый задний фон Это сложно сделать, потому что, ну у меня была, кстати, очень красивая кухня Но, как бы, такой вот разноплановый фон сложно сделать, потому что ты сидишь и сзади стена, как бы Когда ты сидишь на полу, на пол можно много чего поставить Как вот у меня, допустим, цветы, и будет красиво Поэтому, девочки, любите себя, пожалуйста Я уже говорила в каких-то видео, что только есть мы у нас И нужно себя любить Ну, короче, вы все знаете Будьте просто сильными Скажите себе Что я знаю, как лучше И мы будем делать так, как лучше Для меня А не так, как хочет моё больное Какая-то вот Какая-то мания моя И потихоньку всё пройдёт У меня прошло Сейчас я абсолютно нормально могу объесться Не объесться В среднем моё питание в норме Как бы я нормально питаюсь И в среднем Могу съесть и бургер И лапшу Кстати, вот вчера ела очень вкусно Она тоже супер калорийная Но я это не считаю Как бы я могу Это ничего страшного И для кого-то, кстати говоря, я толстая Но я себя не считаю такой И мне абсолютно насрать Кто думает Обо мне Что Как Вообще Пофиг Пофигу И вам так должно быть тоже Пофиг Что у вас думают люди Конечно, я не люблю эту тему с Бодипозитивом Но Мне в целом нравится Это вот слово Бодипозитив Просто будь Тебе должно быть пофиг У тебя Твоя внешность И, конечно, там Лишний вес-то плохо Или для здоровья это плохо Все это понятно И вот это, когда говорят Ой, там толстяки Да они У них сахарный диабет Они там То-се Да-да-да Все это так Но просто У этого есть другая сторона Девчонки Которые просто сходят с ума По своей фигуре Мучают себя Там сидят на диетах И пьют только воду И знаете, помните У нас бывают диеты Типа Шоколадная диета Нужно было Съесть одну шоколадку в день Не больше Или диета на Кока-Коле Или Ты худеешь Пьешь только воду Кока-Колу Лайт Ну и можно съесть Типа там Яблоко Вот такие вещи То есть это тоже Это ненормально Должно быть просто Здоровое тело Нормальное тело Если вы потихонечку Придете Придете Своё питание в норму Будете есть там Завтрак, обед, ужин Я часто бывает Кстати пропускаю Допустим обед Могу позавтракать А потом поужинать И для меня это ок Или бывает Могу пообедать И там Потом поужинать Ещё чем-то лёгким Ну вот так То Всё у вас будет нормально Я допустим Не супер худая Я конечно хочу Очень быть такой Стройняшкой Но сейчас я выгляжу хорошо В принципе Меня это устраивает Я не хочу загоняться И думать Вот я обязательно Должна весить 60 Да приду я к этим цифрам А если не приду Вообще пофиг Понимаете Как бы главное Быть здоровой Мы часто Когда встречаемся С Машей Маша вот Она ещё просто Молодая Она Очень сильно загоняется Тоже И она может там Ну как бы Я же со стороны вижу Что у неё всё хорошо А она может мне Начать что-то говорить Что там Да мне вот это У меня то Не то Не так И знаете Когда Ты сам на себя смотришь Ты же видишь Свои мысли слышишь Те мысли что-то говорят Вот у тебя там Какая-то складочка А я-то вижу Её со стороны И я вообще Не замечаю Тех недостатков Которые её мысли Её как бы Пожирают Поэтому На вас люди смотрят Ну Они не слышат Ваши мысли Они вас Видят просто Вот визуально И Часто мы себя Принижаем И делаем себя Хуже С комплексами Вот это вот Всё Наш как бы Наш разум Вот пожирает Нашу самооценку Которая должна быть Хорошая Высокая самооценка То что Ты уже молодец Я когда родила Арину Когда я увидела её Что вот у неё пальчики Всё Она вот такая Она самая Она идеальна И представьте Она когда-то будет Тоже Типа Вот у меня Там какой-то лишний Килограммчик Это всё фигня Ты родилась Ты идеальная Ты красивая Ты лучшая Ты Ты выросла Ты там Тебе там Сейчас 15 20 25 лет 35 лет Ты до этого момента Дожила Это вообще удивительно Ты Своей Ты особенная Ты такая Какая есть Ты не должна быть Как не знаю Там Ким Кардашьян Да там Ты не должна быть Вот Как бы ты Ты это ты И нужно С собой наслаждаться Нужно себя любить Девчонки У меня тоже Не всегда получается Но Нужно Эти мысли Хотя бы прогонять Смотреть на себя На своём фотографии Думать Блин Всё-таки я красивая Всё-таки я классная Всё-таки Ну там Пусть мне немножко Там руки обвеши Но ничего Зато любимые И это не важно Ну то есть Блин Пусть мне немножко Есть целлюлит И чего Но это не важно Девочки И все Кто вам Что-то говорит Какую-то гадость Просто В чёрный список Или не замечаем Потому что И так Столько проблем Ещё слушайте Этот негатив От каких-то Родственников Подписчиков Ещё от кого-то Да ну нафиг Чарлику сегодня Пирёжка достаётся Для вас Все жалеют Чарлика Чарли Тебя подписчики Любят А кто-то говорит Что Уберите Чарлика От экрана Ты как считаешь Тебе надо убрать Кто-то говорит Уберите Чарлик Бесит Тебе надо убрать Мне кажется Тебя не надо убирать Ты наш любимый Он кстати Говноед Да Спасибо О Катя Спасибо за информацию Всё-таки В этот момент Рука Ой Я наелась Чё Тоже мне Знаете Писали Всего Фигню Типа Вот Она так Много Съела А я бы Даже Наелась Одним Крылышком Или Чем-то Ты молодец Ты наелась Одним Крылышком Я наедаюсь Ведром И что Кто из нас Круче Ну короче Какое-то Знаете Когда люди Начинают Ой А мне Надо Вообще Чуть Чуть А она Такая Толстая Так Жрёт Ну как бы Себя Возвысить За счёт Тебя А ты В этот момент Просто Мне кажется Знаете Если бы я была Вот с этим человеком В жизни Мне кажется Я бы Была бы Такой Подзатыльник И всё И пошла бы И пошла бы Кушать Ну на Ещё На Ребят Красавчик Тоже Сегодня На мукбанге Тоже На мукбанге Ещё Чарик За меня Порвёт Да За маму Вчера Короче Гуляем С ним Фоточки Опубликовала В телеграме Где мы гуляли И кстати Очень вкусную Лапшу нашли Тоже в телеграм Заходите Опубликовала Это место Где мы кушали В общем Мы идём И там Два мужчина Стоят И они делают Так чарлику И в этот момент Вы бы видели Взгляд чарлика Он просто такой И они такие Ооо Посмотрите на его взгляд Короче Они прочитали В его взгляде Такой посыл Типа Чё Ты реально Хочешь Чтобы я к тебе подошёл Парень Если к тебе подойду Тебе не поздоровится Что-то было Что-то было вот такое В общем чарлик У нас мачо Мачо Быдлогопник И просто Сладкая булочка Ко мне Оп Ко мне Нет нет Иди сюда Иди сюда Не понимает Зайка Нет Иди сюда Нет Сюда Сюда Сделай зайку Сделай ребятам зайку Да Зайка Да Видите Ну картошечку ему можно Она конечно Жирненькая Молоко Масло Но не сильно Я думаю Чуть-чуть можно Этот салат курица Очень вкусный Такой майонезный И там девушка пишет Ой я бы наелась Уже салат Он такой калорийный Зай я снимаю мукбанг Я не сижу не ем Как бы это не мой обычный обед Это мукбанг Он должен быть такой Богатый стол Ну Ребята Хорошее выражение Чего перед свиньими Бисер метать Это бесполезно Не надо Адекватным людям Не надо ничего объяснять Адекватные люди Сами все понимают И адекватные люди Не пишут Какие-то бредовые комментарии Ну форматы там Ты толстый Или еще что-то Ну это Ну это странно Вот я бы Я бы никому Ни зашла Не написала Что там Кто-то толстый Или еще что-то Поэтому Меня тоже обзывают Меня тоже обижают И обижали Так что девчоночки Знаете как Женское братство Обалденно Очень вкусно Очень Я обожаю Пюре с котлетой Если бы мне спросили Какое мое любимое блюдо Я бы сказала Пюре с котлетой Пельмени Ну пельмени Знаете с возраста Что-то Перестаю любить Ну может быть Какие-то вот Бабушкины пельмени Свои пельмени Я вот сто лет Свои не ела Пельмени Причем я делала Свои пельмени Но у меня не получается У меня какое-то Тесто не то Короче Нужно чтобы Знаешь человек В лице моей бабушки Сделал пельмени Что я Не нравятся мне Мои пельмени Вот Ну короче Мое любимое блюдо Я не договорила Это пирожка с котлеткой А теперь у меня В каждом ролике Будет пирожка с котлеткой Пирожка с котлеткой И у меня все-таки Катя Хватит снимать Пирожку с котлеткой Сними роллы Я такая Нет Только пирожка Только котлетка В общем Любите себя А я люблю вас Самых Честных Открытых Добрых Адекватных Понимающих И пофиг на всех тех Кто говорит Какие-то замечания Косо смотрит Вы самое лучшее Вы уже Произведение Такого искусства Потому что Сколько вероятности Было Что родитесь Не вы А родились Именно вы Это отбор Вы такой прошли Отбор Прежде чем родиться Думайте об этом И будьте счастливыми Я вам обещаю Что едем В следующем Макбанге Девочки Пожалуйста Пишите Кто-то писал Кстати пиццу Девчонки Но в булке Что-то прям Не хочется Совсем Я к пицце Вообще Немножко равнодушна Может быть Пасту какую-то Но тоже Тесто Что-нибудь Хочется Вкусного Пишите Что хотите Мне кстати Писали Про протеиновые Батончики Попробуйте Протеиновые печенья Батончики Мне в принципе Это интересно Меня просто Останавливает То, что Надо это все Заказать Все вот Вот эти вот Моменты Можно Так я очень хочу Снять Было бы Или вам Это интересно Если бы Я сняла Такое видео Все Последнее Ну не могу Вкусно Наелся Ребята Спасибо вам за просмотр Ставьте Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Все контакты В описании Мой Телеграм Мой Телеграм Ну ходите Правда Телеграм Вы бы может Пришли ко мне В гости Сказали Кать Какая красота Все здорово Круто А для меня Там Тут Там Что-то Валяется Надо все Это убрать Надо все Прежде чем людям Да показывать Вот выставлять вам Поэтому Так Ну все Мой хороший Я пошла Пока Целую Обнимаю Все Типа знаете С обеда Все Обед закончился Надо идти работать Как я вам сначала Говорила Что мы с вами Встретились в офисе На обед